доброго времени суток дорогие друзья сегодня поговорим с вами о часах garmin феникс 3 обзор будет не совсем распаковка не совсем как бы обзор скорее я поделюсь с вами опытом использования у меня есть часы уже фактически можно сказать год и без малого год и рассказать вам о разных фишках о том и как реальных можно использовать для чего их можно использовать обычному человеку обычному спортсмену не этом супер пуперком на этом триатлонисту обычному спортсмену на тренировках или человеку для который увлекается туризмом и так у меня есть garmin 3 максимальной комплектации вместе с пульсометром шел сапиром стеклом эта коробка вот сразу покажу вот так вот выглядит датчик пульса спустя год использования вот не менял они батарейку здесь ничего все отлично работает подключается все онлайн то есть не надо ничего переключать отключать как только немножко нужно мочить эти два контакта как только вы их намочили присланили к телу автоматически часы начинают получать и датчик уже с этого пульса и так давайте поговорим о самих часах вот вот так вот они выглядят на руке вот так вот они сидят у меня самый обычный стоит здесь виджет то есть рабочий стол самый простой так сейчас фокусируемся вот они лучше сниму чтобы было лучше видно ну да кто не выглядит так вот отлично если можно потереть наверно ну как то так секундочку вот да немножко почище стало итак первая фишка первое что хочу вам рассказать есть очень много всяких разных рабочих столов то есть вариантов часов очень много и я в итоге после года использования после только перепробовать много разных я вернулся к самым обычным обычным почему проанализировав показания вот этой вот утилиты я сам покажу ее секундочку не узелит а виджеда правильнее сказать здесь можно сделать статистик вот здесь мы видим last hour последний час в данный момент я просто пользовался ими да как бы то есть смотрел всякие показания поэтому 34 у обычного стандартного вот этого виджета часов расход в час идет где-то 0102 максимум у всяких разных сторонних приложений которые вы скачете с connect айкью расход идет порядка 0607 до одного процента в час делайте выводы сами то есть батарейка фактически в два-три раза быстрее с чем связано не знаю это баг может где-то как-то изменится но это то что есть сейчас так мы побежали вперед с вами на как бы но давайте как-то по порядку и так первое что касается часов часы действительно классные они можно сказать просто бронебойные то есть я в ним с ними проиграл с парашюта плавал погружался ходил в поход и что только не делал с ними не видно никаких ни царапин ничего причем и корпус такой интересный что даже когда получается рапину потом просто можно взять его так сделать стереть как бы и ничего не видно куда тоже интересная как технология три датчика то есть три лазера определяющий пульс соответственно пульс он относительно четкий до этих часов у меня были samsung gear s2 да не прикольно и все но пусть там абсолютно не четкие даже близко не стоят с этими часами так поехали дальше теперь что касается виджетов которые сюда установил которые считают что они как бы могут пригодиться первые виджеты стандартные на просто уведомления то есть часы так сейчас лучше было видно вот тогда то есть обычные уведомления все что приходится с телефона можно посмотреть дальше мне стоит пульс сможем сам здесь пульс за то есть можно посмотреть пульс за последние 24 часа также статистику за последние 7 дней средний пульс то есть как вот он рос или падал это да я считаю это очень интересно и у меня как бы это по двум нажатием на клавишу сразу получаем как бы уведомление батареи гладче это сразу сказал что я скачал это очень интересная интересный виджет который позволяет анализировать расход батареи всем ему советую следующий утилита следующая следующий виджет это календарь обычный который просто напросто тащит с телефона все события это календарь который просто показывает календарь это виджет скачанный с конекта икью позицию плюс очень интересный утилита виджет постоянно заводили который просто показывает состояние по данным спутника координаты скорость высоту очень много всего интересного не значит если поймает но скорее всего не потому что все-таки дома находимся не будем ждать поверьте очень интересная тесный виджет он стоит этого чтобы установить следующий это стандартная температура такой вот универсальный альтиметр барометр по нажатию я могу посмотреть альтиметр то есть это вот ты ездил что я делал за последние четыре часа барометр опять же 48 часов обычный компас компас здесь трехмерный то есть он не влияет от того как я вам направляю он показывает все четко поехали дальше так отсюда мы выйдем дальше у меня стоит активите виджет очень классный виджет показывает еще и активность за семь дней то есть это степс это шаги наглядно так показано нажимая дальше дистанция и калории сожженные калории то есть очень удобно например если знаю что там я скажем я работаю на при этом на подъем массы или наоборот на снижение калорий то есть на то есть я взял на какую-то диету не знаю то есть я все прекрасно могу смотреть сколько калорий у меня сожжено дальше вам кое-что тоже объясню это мой день стандартный виджет стандартный виджет вот всего калорий 2513 это калории сожжатые как бы с нуля ну как бы за 24 часа то есть до сейчас до времени до сейчас как бы 12 часов ночи до сейчас там прошло скажем сейчас время 8 часов вот теперь состояние покоя 1799 состояние покоя то то количество калорий которые как бы организм сжигает даже если ничего делать не буду то есть просто буду сидеть спать неважно просто чтобы сердце билось дыхание происходило активно это именно те калории за которыми я гонюсь то есть это спорт это всякие движения и все остальное укажу человека то есть и состояние покоя зависит от веса возраста у него будет одинаково практически каждый день то есть у меня так прям 240 не ошибаюсь в сутки и у меня это число не меняется неважно что я делаю но не меняется это спокойное состояние это то что у меня как бы основной базисный обмен скажем да просто на обеспечение жизнедеятельности то что организм тратит а вот правое число но всегда меняется зависимости от того сидел я бегал делал что занимался и как бы то на что стоит обращать внимание поехали дальше это количество часов сделанных 10 это 10 километров 14-15 это качество лестниц пройденных вот и в принципе все кстати здесь по нажатию можно также посмотреть шаги морпс мы чули этажи зелененький это пройденный вверх синенький то что я как бы спустился то есть что мы имеем мы имеем с вами часы которые как бы полностью абсолютно полностью отслеживают вашу активность тут вам полную информацию о том какое количество калорий вы потратили и вы реально можете исходя из этих часов уже строите тренировки или подстраивать это количество питания которое вам нужно съесть зависит от ваших целей если вы хотите набрать массу или наоборот вы хотите то есть похудеть там работаете на рельеф например нам дальше поехали что еще очень важно в этих часах что я для себя именно как бы полюбил то что здесь есть очень много большое количество предустановленных всяких разных тренировок нам то есть помимо то что могу устанавливать виджеты и также могу устанавливать например программки вот например программка скажем и monkey calc самый обыкновенный калькулятор то есть она бывает да как бы застряли нужно срочно калькулятору пожалуйста пожалуйста есть калькулятор так как отсюда выйти я забыл как выйти сейчас одну секундочку непорядок и установилась честно так ни разу и не пользовался так что даже не совсем помню как с него выйти а вот наверно так сейчас секундочку и так поехали дальше я с него вышел дальше то есть такая аппликация опять же приложение такое sky watch очень интересное приложение на принципе на основе gps координат показывает вам и где расположены какие звезды но суть не в этом а я поговорить с вами хочу думать что вы можете под себя выбрать именно те как бы вот приложение которые вам нужны и их уже собственно настроить теперь объясню в чем именно заключается фишка я сначала как бы не совсем понял ты с вами хочу поделиться возможно для кого-то это станет кому-то это будет интересно например я занимаюсь в спортзале то есть как бы есть такой профиль силовые тренировки но с другой стороны я никуда не бегу то есть чем не измерять а измерять мне нужно при во время тренировки то есть очень интересно я настроил его да например то есть я нет ну решил тренироваться так то есть я не отдыхаю то есть там 10 секунд там минуту там полтора минуты я отдыхаю зависит от пульса то есть на прессе во время упражнения мне пульс подскакивает 120 вот а после упражнения как только он там ниже стал опускается 110 и сразу начинаю делать второй сет и здесь и как бы я настроил как бы здесь все так что как только он не показывает как только пульс опустился дать мне сигнализацию как бы но всплывает такое окошко показывает пульс спустился вот и то есть очень удобно опять же все эти окошки таймер калорий время суточная и все настроил принципе сам и мне это очень удобно то есть я занимаюсь я часы поставил например да нажал старт на вот и он не показывает например пульс то есть да какой идет время пройденной тренировки то есть я конкретно вижу например что я там занимаюсь полтора часа уже количество калорий сжег и сколько время сейчас зато все вижу также вторым окном я настроил вот видите что пульс 75 как только ниже стал не начали пока показывать и как бы звуковое сопровождение вибро идет потом не идет точно так же вот разбитое на окошке то есть вне зоны зеленая это легкая тренировка и синенькая простите зеленая это будет уже робная вот и красный там желт оранжевый будет она и родные красный это предел то есть я конкретно вижу то есть ком режиме я нахожусь то есть я все как бы принципе настроил это под себя и вот я когда занимаюсь просто вот на этом главном окне работаю и я конкретно вижу то есть где я стою мне это очень удобно то есть я вижу как только я опустился пульс за ночной дел 2 сайта я не жду и я считаю что как бы это очень очень как бы эффективный тренинг чем ждать просто полторы минуты и минуту то есть вот так вот круг 1 до 1 6 круг 2 1 поговорить дальше дальше то есть сейчас остановлю например что касается бега то есть тоже очень сейчас покажу как все это настроить тоже решить позже сделаем например то есть бег сейчас секундочку так сейчас отменить отменить занятие отменено он показывает также время восстановления но это не от этой тренировки да как бы это от предыдущей то что занимался он показывает до сих пор то что осталось время восстановления например вот у меня бег это бег обычный то есть в чем заключается его разница от бег в помещении бег по пересеченной местности вот в этом беге меня режим gps подключается потому что я бегу на улице а в бег помещения то есть измерение идет за счет акселенометра а не за счет gps соответственно gps здесь не работает вот приставлю бег помещения опять же тоже все настроил он мне показывает сразу то есть таймер расстояние калории вот и сразу у меня такой то есть дисплейчик чтобы контролировать что бегу например в аэробном режиме то есть если я работаю да как бы на то чтобы сжечь калории жировые вот ну это уже опять же время скорость скорость средняя скорость чисто пульса средняя чисто пульса то есть вот так тоже все настроена как бы под себя до поехали дальше опять же ходьба то же самое да то есть под называешь это ходьба где-то не в не в каком-то то есть не помещение а например для липсоида или то есть для степлера то есть каких-то других ну тренажеров к то есть в принципе другого виду кардио я настрой вопросе такой вот профиль кардио соответственно здесь как бы мне просто тоже то считает таймер время сущные калории то есть я уже по нагрузке я вижу как бы опять в какой зоне работаю могу поставить и я вижу конкретно то есть что как я сжег так поехали дальше в чем фишка фишка вот в чем настройки вот приложение вот опять же да скажем вот мы побежали например на кардио и вот экраны данных экран 1 раскладка полей и вот как я все это могу менять то есть делать одно поле два поля три поля четыре поля то есть я полностью волен создать именно тот стиль который мне нужен при поле один да как бы у меня есть поля таймера поля расстояние поля темпа поля скорости чистый пульсу данный чисто пульс и захожу я могу стоишь и показывать чистота пульсов и вот таких возможных настроек у меня просто миллионы здесь серьезно то есть без преувеличения их как минимум около ста если не больше то есть не знаю начинают температуры начало температуры конца от подъема от давления то есть всякие возможные только настройки условия которые могут быть они здесь есть еще что я хотел показать вам есть опыт оповещения то есть тоже очень интересно ведь есть настроил чисто пульса сто тридцать четыре сто пятьдесят три то есть когда я работаю в кардио моя задача ну то есть находиться вот в этой зоне эта зона аэробная для меня соответственно часы будут как бы сами следить и уведомление как бы мне посылать то есть очень удобно мне принципе даже не надо смотреть на дисплей если просто ходил на руку и все у меня как бы из вибро сигнал который говорит что я вышел или за или нахожусь вне зоне то есть если я вышел с этой зоны это реально очень удобно то есть как бы вот это та фишка про то что я хотел рассказать то что я не нашел в интернете именно что делают на этот нюанс но это реально как бы очень удобно и это реально очень работает то есть простой пример да дело даже не в примере дело в том что как бы нельзя сказать что для чего эти часы то есть для парашюта для плавания я могу настроить здесь абсолютно все то есть если например я плаваю я могу настроить атмосферное то есть глубину как бы то есть по атмосферному давлению чтобы она вычисляла то есть можно неправильно говорю как бы но по давлению можно прямо настроить и по высоте можно настроить увидеть как бы то количество там только то ту глубину просто его что есть такой профиль да как бы для глубин тоже например там для парашюта даже есть такие виды его видео тоже есть интернете там то есть опять же по высоте как бы он определяет как бы то есть какая высота можно строить маршрут и очень много всего интересного для туризма здесь есть такая фишка сейчас вам покажу навигация вы можете тратить очень тесно ролики про то как создать как все это сюда вставить все вот эти маршруты но фишка в том что у меня есть я сейчас вам покажу а вот навигация есть дистанции который как бы сам для себя сделал прямо швайц беншемен озеро 2 и то есть я конкретно вижу я могу выбрать в каком виде активности пройти эту дистанцию если это велосипед если ты бегаешь и другое я могу увидеть конкретную то есть карту сейчас вам покажу ее вот эту карту вот карта образно да так масштаб то есть я все это могу здесь видеть и когда я кажу что точки часы не будут выглядеть конкретно куда идти функции очень много и про функции с вами разговаривать не будем потому что не имеет смысла в интернете очень много обзоров главное чтобы я хочу чтобы вы поняли про эти часы да как бы то есть и главное что хотел передать что нет такой активности для которой вы не смогли использовать эти часы то есть если например простой пример если вы работаете например не важно что вы делаете везде где ваш пульс тому грубо говоря до выше 60 выше 70 это можно считать за активность если это продолжительное время какой-то если какой-то вид вашей деятельности не важно что вы делаете вы можете это все настроить под себя и конкретно виде сколько калорий вы за это сжигаете и то есть отслеживать все это очень удобно то есть так вот а еще у меня для вас есть такой маленький тест то есть это не тест это просто чтобы показать на сколько часы как бы действительно то есть насколько все грамотно в них то есть вот по тренировки как бы их то что они водонепроницаемые ты понятно после тренировки то есть их свободно моем вот никаких проблем с водонепроницаемостью с контактами абсолютно ничего нету то есть вот такая ванночку приготовил все спокойненько мы их окунаем абсолютно ничего с ними не происходит я так делаю после каждой тренировки но не так как бы просто под краном здесь все промываю потому что когда под и просто все что нужно сделать это просто стоит немножко вытереть и все то есть никаких проблем с влагозащищенностью них нету я вам скажу даже более что это не просто как бы нет проблем с влагозащищенностью абсолютно ни с вот что еще хотелось бы рассказать на самом деле здесь очень много фишек то есть функции в этих часах действительно очень много очень интересная смотреть на часах опять же архив то есть видеть например занятия которые сейчас немножко опять же занятия да то есть но будем называть это вид активностью ну или занятия неважно на то есть он не показывает что сегодня там пробежал 672 километра сегодня опять же занимался там через 24 вчера вот кардио например да то есть все вот это можно видеть очень удобно также я могу посмотреть все это соответственно по шагам информацию сколько за шага не за вчера у меня есть общие результаты по бегу например то есть еженедельно скажем 17 метров прошлая неделя ежемесячно могу посмотреть вот ну соответственно велосипеда по плаванием по любой по любой части могу смотреть вот есть также интересная май статистика с это постановлению 6 часов на сколько осталось до восстановления после тренировки показатель во 2 макс побегу то есть 49 он определяется с помощью внешнего кардио датчика когда вы бежите на улице то есть прогноз результатов так вам показывает пробег 5 километров полумафон марафон прогноза чем лактата рекорды можно посмотреть побегу когда были то есть я не хочу углубляться в этом потому что рассказывать про меню этих часов и про их невозможности можно очень долго то есть подводя итог подводя итог рассказать вам просто про то что то есть если вы задумываетесь подойдут ли часы вам в плане именно тем чем занимаетесь то я считаю что вам нет смысла поэтому переживать потому что абсолютно все здесь можете настроить то есть любой вид активности вы можете создать и отслеживать количество часов количество калорий затраченных на это время то есть это очень удобно это первый нюанс да кто кто передать второй это то что то что как бы вот обращать внимание насчет и минут виджеты часов то есть моя рекомендация секундочку против дисплей моя рекомендация вам использовать именно оригинальный то есть если установить этот виджет который показывает вам статистику расхода батареи вы увидите что действительно проанализировав что на других как бы виджетах часов у вас будет немножко больше тратиться расхода вот в такие вот нюансы поэтому смотрите сами чисто действительно классная я с ними ходил уже в поход в поход было очень интересно смотреть какой пульс например то есть сидишь в гору там долгое расстояние ты все равно стараешься например что пульс там не поднимался выше 125 например уж ты знаешь что 120 ровный режим ты можешь там даже даже меньше чем ровного режима ты знаешь что в этом режиме можешь идти 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 и как говорится очень долго а если она поднимается 140-45 это уже плохо то есть знаешь что там 160 скажем 159 это порога кататы ты после этого ты устанешь и все то есть в плане именно анализа статистики очень интересно и нас ну в точки зрения спортивного интереса точно также опять же навигация то есть высота температуры все это интересно все это тоже можно как бы пригодится в походе в каком-то там и мероприятие тоже такой интересный момент вот задумался как бы когда но хотел купить часы еще тогда я задумался как бы может то есть как вот без дисплея то есть сенсором то есть сейчас все абсолютно технологии все часы то есть все как бы но все такое модное то есть идет управление все идет на на базе сенсора да как бы на самом деле не нужен центр в такого рода часах потому что они созданы как бы как танк для грязи для слякоти когда идет дождь когда вы бегаете там когда вы плаваете то есть кнопки лучше всего то есть наизусть все эти кнопки вы почувствуете уже после какое-то время вам будет очень удобно поверьте вот еще какие детали возможно хотел бы рассказать есть такая есть такой нюанс маленький не знал или он только у меня отпишите то есть те кто знаете кто носит такие часы вот у меня эти часы немножко натирают то есть вот не знаю почему как бы да вот но вот видно прям да то что немножко натирается это вообще абсолютно не критично как бы да но просто имейте ввиду то есть можете ремешок просто корпус относительно такой массивный то есть вот но это как бы я не обращаю на это внимание пока что касается показания пульса то интернете даже можно найти ролики там есть один человек который сравнивал все это с именно с то есть с настоящим как бы измерителями с кардиометрами да скажем и действительно то есть показания пульса довольно таки четкие то есть нет а скажем с внешним кардиометром вообще идеальные еще маленький нюанс то что опять же что вам рассказать то что действительно вам будет тоже интересно это вот сейчас секундочку переключу на дисплей секунду это про то как вы можете смотреть статистику в интернете сейчас секундочку извините статистику в интернете именно с этих часов то есть есть такой сайт connect garmin набираю его секундочку так где он connect garmin обзорчик абсолютно неподготовленные да скорее всего вот сейчас вам покажу надеюсь что вам видно красиво все для меня то есть все очень удобно вот на дисплее я вижу то есть показания веса вес принципе надо водить самому вот здесь вот последняя тренировка я конкретно могу смотреть здесь календарь то есть я вижу какие тренировки прошел за эту неделю то есть очень удобно калории сложные за сегодня как я спал какие-то цели то что оставил это что он мне сказал что цель достигнута 60 километров как бы за не за месяц пульс как шел пульс количество шагов показатели опять же сделал такое меню показатели то есть здесь в его макс активные калории всего калорий кита такие да как бы тренировка и план то есть в принципе имейте ввиду все это настраивается все это настраивается вы все можете как бы ты сами настроить и через эту же программу вы все настраиваете в принципе вы можете делать создавать всякие разные меню не менее можете создавать и треки то есть как вы хотите куда вы хотите побежать вы можете смотреть график высоты здесь то есть очень удобно если вы создаете какой-то трек вы можете видеть конкретно сколько например сколько километров то есть трек насколько вы хотите его пройти и инвертарь тоже такая такая приколюшка да скажем то есть в инвертаре сейчас загрузится я добавил какие-то какой-то свой инвертарь с ним произошло не загружается но в двух словах то есть в инвертарь вы можете добавить свой какой-то инвертарь там начинают кроссовок клюшек и велосипедов и можете смотреть то есть например кроссовки asics скажем да пробежал 55 километров из 1500 и они по умолчанию да скажем какие тут походные как бы ботинки да то есть ну еще одна такая вещь которая просто позволит отслеживать какие-то дополнительные параметры настроек очень много то есть действительно программная часть часов тоже как бы сильно вдохновляет то есть очень приятно смотреть эти отчеты так и последний на нем покажу именно как выглядит сама тренировка давайте ну давайте вот это даже вот то есть как и можно анализировать да то есть вот смотрите я могу смотреть высоту темп чисто курс а я не буду себя дочитывать все это очень много трети просто сидо наглядно все это очень интересно смотреть анализировать сравнивать именно другим тренировками имейте ввиду чем больше вы с этими часами прав проводите чем больше тренируетесь чем больше информации и через за вас собирают и тем больше как бы чем больше полезности приносит анализ всех этих данных вот дорогие друзья если кого-то будут какие-то вопросы то есть по часам по фишкам по использованию не знаю какие-то идеи водки спрашивайте с удовольствием отвечу извиняюсь за то что обзор был такой неподготовлен как бы снимал так из головы то есть много ляпов скорее всего ничего резать не буду ничего то есть не буду менять изменять как есть наоборот все вживую все интересно я считаю вот поделился своим мнением все как бы всех раз видеть вас на своем канале также новом канале есть и привести поход где мы ходили я вот там как раз был с этими часами то есть кому интересно можете тоже посмотреть там конкретно на этом походе эти часы как бы опирался смотрел какое расстояние пройденное то есть куда идти и как что совсем и всего хорошего подписывайтесь ставите лайки большое спасибо всего хорошего майбай